Девушки отдыхают Ну а на ваших экранах, эх, не поверите, вот что-то мне встрелило в голову после четвертой смены, видимо на меня так влияет монотонная физическая работа, зашел я на службу по контракту на сайте Министерства обороны нашей доблестной страны, решил посмотреть вообще годен ли я хоть как-то к службе по контракту. Первым тестом мне предложили такой простенький IQ тест из 30 вопросов на 15 минут. Я не думаю, что я совершил хоть одну ошибку, ну может быть там парочку просто по невнимательности из-за усталости, хотя спать не хочется. И потратил на это, ну, я не скажу, что мизер, но по-моему немногим более половины отведенного времени. Ну вот теперь второй тест, я смотрю, будет психологическим. Я думаю, результат мы узнаем в конце, ну вот прям в режиме реального времени. Так что давайте посмотрим. Значит, именно к моему характеру. Давайте попробую. Попробую. Характер, самочувствие и все такое. Соответственно, если справедливо, то верно, если несправедливо, то неверно. Если затрудняетесь, отдайте предпочтение тому ответы, который характеризует вас более точно. Часто первые проявляющиеся особенности вашего поведения. Я постараюсь быть предельно честным. Прямо вот вместе с вами. Итак, обычно по утрам я просыпаюсь свежим и отдохнувшим. Ну, на протяжении, знаете, последнего полугода, да. Несмотря на то, что я иногда даже и не высыпаюсь, но после сна я... Я себя не заставляю встать, я не валяюсь там по 15-20 минут в постели. Нет, я... Надо вставать, я встаю. Все. Так что верно. Иногда у меня до такой степени портится настроение, что никто не может развеселить меня. Я сам себя веселю внезапно. И работа у нас специфика такая, что, в принципе, особо ты и не поболтаешь. Даже если рядом стоять, орать приходится. Мы же в берушах. Вот, поэтому там разговоры все обычно либо в курилке, либо в столовой, либо там во время простоев. И то. Особо ни о чем. Так что, вот, соответственно, кроме меня никто меня и не веселит. И при этом я вот так поглядывать, если на коллег по работе, тоже иногда сами себе улыбаются. То есть сами себя развлекают люди в мыслях. О чем-то думают, да, и угорают. Так что да, верно. Ой, в смысле нет, неверно. У меня так настроение не портится никогда. Да, я думаю, что я, наверное, был бы неплохим снайпером в заситке, потому что я сохранял бы бдительность, внимательность и так далее. И, наверное, я хорошо бы копал окопы на самом деле. Потому что я выполняю монотонную физическую работу по 8 часов в день, и меня это вообще никак не парит. Так что нет, настолько мне испортить настроение нельзя. Бывали ли случаи, что я не сдерживал своих обещаний? Я очень сильно переживал по этому поводу. Ну, в свое время. В последнее время я таких обещаний не даю. Если я даже сомневаюсь, я честно отвечаю, что нет, и, извини, скорее всего, не смогу. И если спросят, то я даже честно отвечу, почему. То есть не хочу, не люблю, не умею или нет денег. Так вот. То есть я всегда предельно честно отвечу. Так что... Очень давно, да. И то меня совесть грызет. Грызла. Так что нет, неверно, пожалуй. Глупо осуждать людей, которые стремятся взять от жизни все, что могут. Смотря какой ценой. Но просто стремление, оно, скорее всего, наверное, в позитивном свете. Так что верно. Нет смысла осуждать таких людей. Буду честен, я же сказал. Случалось, что я препятствовал или поступал наперекор людям просто из принципа, а не потому, что считал дело действительно важным. Я обожаю срачи. Обожаю срачи. Это случалось. Мне нравится командовать другими людьми. А вот тут я сомневаюсь в ответе. Релить, скажем, в ПВЕ, допустим, для меня никаких проблем совсем уж серьезных не составляло. Но, опять же, самые такие эпичные моменты истории даже на Ютубе, которые вы видели, в плане именно командования, там, рейды, группы. Нет, ну не группы, скорее всего, рейды. Наиболее успешные как раз проводились тогда, когда командовали мной. Ну, когда я и РЛом-то и не мог быть вообще в принципе. Ну, например, в ПЛК или даже в Искрах тех же. Вот, Константа и наши там прочие маленькие гильдии типа пикник на обочине. Тут отдельный вопрос. Тут и в ПВП ПРЛить было уже не в лом. А, ну плюс я очень любил комментировать же бои на Хуторе, на Яре, знаете. И позалупаться вместе с Ильичем на противника и на своих оленей, баранов, коллег в War Thunder. Да, верно. Мне нравится командовать другими людьми. Ну, по крайней мере, меня это развлекает. Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения. Нет, нет. Даже если это какое-то минутное настроение, я всегда стараюсь взвесить последствия какого-либо поступка. Это одновременно и успокаивает вот это вот минутное настроение. Оно проходит за эту самую минуту. А, соответственно, мысль уже обдумана и остается. Либо, соответственно, не остается. Так что нет. В последнее время я принимаю только очень взвешенные решения и поступки. Очень многие настроены против меня. В последнее время нет. У меня нет врагов. Обратите внимание. У меня нет врагов. Я, во всяком случае, я их не вижу. Вот так вот явно. Никто меня не ненавидит настолько, чтобы прям вот был готов меня съесть. Вот никто. Не то уж очень многие. Бывает, что я сержусь. Конечно. Я и в ярость могу впасть. Но обычно сам на себя. Хотя на самом деле по жизни... Блин, наверное, было бы ответить неверно. По жизни я в бешенство впадаю крайне редко. Я спокойно отношусь к тому, что рядом кто-то переживает по поводу своих неприятностей. Ну, на самом деле я как живой человек испытываю сострадание. Причем ко всему. Ну, вижу, что кому-то там, допустим, больно или там плохо. У меня даже мысли нет использовать телефон как камеру. Для меня это принципиально. Я, в принципе, на телефон даже снимать ненавижу. Как вы знаете. У меня для этих целей есть дешевая мыльница, допустим, фотоаппарат и дешевая мыльница видеокамеры. Но это специализированные устройства. Поэтому если я буду что-то снимать, когда человек в беде, допустим, кто-то попал в аварию или драка, я, скорее всего, даже влезу в эту драку. Так что я неспокойно отношусь. Мне часто бывает трудно сосредоточиться на какой-либо задаче или работе. Ну, более года я сосредотачиваюсь на тем, чтобы брать больше и кидать дальше. Я прихожу после работы, каждую вторую смену из четырех, я отжимаюсь и делаю еще там три упражнения. Для меня это несложно. И, соответственно, в восемь часов я просто беру больше и кидаю дальше. Нет, несложно. Я могу сейчас, наверное, сосредоточиться практически на любой задаче и с железной жопой решать ее круглые сутки. Многие из тех, кого я знаю, достойны наказания. Ну, если речь идет о морду набить, ну, пожалуй, один человек. Тот, которого... Тот, которого... Те, которых стоило бы просто подъебнуть. Так, даже по-дружески скорее. Ну, еще парочка. Но это никак не многие из тех. То есть, вот я практически все лица уже визуализировал у себя в мозгу. Так что нет, очень даже немногие. Морду набить хочется только одному. И то я предпочту, опять же, подъебнуть. Но подъебнуть хорошо. Ну, собственно, это и будет. Вот мне... Я словом рожу. И морально унижаю. Но никак не физически. То есть, вот, смотря что считать наказанием. Раскаяться, добиться извинений. Вот это да. Пожалуй, да. Но вот... Нет. Какого-то физического наказания нет. Так что, скорее, неверно. Мне трудно заставить других... Так. Других людей действовать так, как я считаю нужным. Нет. Не трудно. Просто я... Стараюсь... Помочь людям делать неправильные... Неправильные поступки даже. Просто, чтобы это было быстрее. Быстрее ткнуть носом, сказать. А может быть, стоило послушать меня? Вот. И как раз вот в процессе делания неправильно я... Объясню свою позицию. Вот. То есть, когда ничего не получится, скажем, ну, может, теперь давай попробуем по-другому. Вот. Это быстрее будет. И... Так что, нет. Нетрудно. Тем более, если человек легко поддается на... Ну, то есть, сам спрашивает, слушай, а как будем это делать? Вот. То, соответственно, тут вообще без вопросов. Даже не приходится заставлять. Так что, нет. Неверно. Только слабые и трусливые выполняют все правила и законы. Ничего подобного. На самом деле, выполнить как раз все законы может только очень сильный человек. Так что... Ни в коем случае. Трусы как раз приступают закон. Допустим, ссышь показать свою реальную зарплату и получаешь ее в конвертике. Да кому-то нахрен нужен. У вас тут 150 миллионов таких. Так что неверно. Бывало, что я бросал начатое дело, так как боялся, что не справлюсь с ним. Нет. Я всегда стараюсь извлечь опыт. И постоянно... Ну, даже негативный опыт. И постоянно расширяю свои компетенции. Так что... Так что неверно. Большую часть времени я испытываю общую слабость. Нет. Вот это нет. Пожалуй, года полтора назад я бы ответил. Что да, я постоянно уставший, я постоянно не выспавшийся. И сейчас нет. Спорт сделал меня злее и бодрее одновременно. Вот так вот. То есть не злее и бодрее. Я имею ввиду злее в таком эмоциональном плане. Нет. Не эмоциональном. В ментальном плане. Даже думаю, как-то легче теперь. Так вот. Так что нет. Неверно. Те, кто позволяет себе подшучивать надо мной, изрядно рискуют. О, да. Это верно. За шуточки я... Ну, как сказать? Добрая шутка. Такая добрая ирония. Ну, это ок. Я ценю, на самом деле, иронию. Сам стараюсь к себе относиться с иронией. Ну, вы же видели, что... Как я отношусь к тому, что меня называли там жирным каким-то ублюдком. Ну, да, ок. И хейтеров своих я люблю. Тем более, у меня их, наверное, уже и не осталось. Все меня, походу, уже полюбили. Черт, я эгоист. Ну, ладно, шутки, конечно. Но, да, тот, кто вот пытался меня подъебнуть, будет подъебнут в ответ. И очень может быть, что гораздо более жестоко. Мне нет дела до чужих страданий. Своих проблем хватает. На самом деле, нет, не так. Если для меня есть... Если у меня есть реальная возможность, я скорее помогу, чем положу хрен. То есть, ну, опять же, в зависимости от ситуации. Какому-нибудь алкашу там 2 рубля не хватает. Нет, это не помощь. Это не чужие страдания. А вот, ну, не знаю, кого-то там до больницы срочно добросить. Или вот... О, периодически бывает пенсионерка-соседка заходит. У нее совсем уж туго со здоровьем. Я ее иногда вожу там по делам. Бывает вот так вот. Так что, нет, мне уж не совсем нет дела. Обычно засыпаю спокойно, и меня не тревожат никакие мысли. Ну, обычно, да, бывает. Бывает, что иногда, блин, аж зло берет там. По работе что-то такое уснуть не можешь. Ну, блин, это нормально. И то все равно утром я бодрячком, огурцом. Так что, верно. Ой, да я постоянно говорю о вещах, в которых не разбираюсь. Я обожаю срачи. Ну, в последнее время, нет, я не лезу ни в свои дела. И никого не стараюсь ничему учить. Просто то, что я узнал, я делюсь всегда только своим опытом. Именно своим личным, через что прошел. Как вы видели, я не пересказываю книжные истины. Ну, может быть, истинные. По крайней мере, какие-нибудь статьи со Спортвики, как это делают другие. Я пишу свои собственные. Просто и на личном опыте проверенные. Ну, и подкрепляю источниками, откуда я эти данные получил. Не более чем. Так что, нет, неверно. Я человек спокойный и уравновешенный. Вот это, скорее всего, так. Ко мне. На меня могут орать на работе. Недавно в лицо рулончик летел. Типа, чё стоишь, скотина? Или как там? А, нет, олень ебучий. Чё стоишь, олень ебучий? Надо ловить там, видите, липачки. А то начнется вакханалия на линии. Нет, нифига. Так что, даже в этом случае. Потом, разумеется, такой. Нифига, я что-то загнул, и ты извини. А мне пофиг как-то. Вот, то есть, отвечаю. Да чё, да расслабься, рабочий момент. Да, я вообще спокоен, как удав. Последнее время. Верно. Очень редко заговариваю первым с незнакомыми людьми. Нет, нет. На самом деле, почесать языком-то я люблю, как вы знаете. Так что, частенько первым заговариваю. Жизнь для меня почти всегда связана с напряжением. Каким, эмоциональным? Да ну не. Я новости не смотрю. Откуда напряжение? В моей жизни напряжению взяться неоткуда. Вот кроме одного человека, который пиздец как бесит, извините, за французский на работе. Ну и всё, на этом всё ограничивается. Бывало, что я случайно попадал в драку после употребления спиртного. Ну как? Случайно попадал в драку? Да, именно случайно. Хотя и являлся её участником изначально. Но это была чистейшая случайность. Это могло случиться с кем угодно. И да, в состоянии в жопу бухим. Кому-то там даже переломали что-то. И на нас с ножами бросались. Но никаким образом конфликт мы не провоцировали. Мы взрослые воспитанные люди уже тогда были. Да, реально. Взрослые причём люди-то. Нам было за 20. Далеко уже. Это я не помню. А, так это же был мой день рождения. Я не помню какой. 24-й, может быть, 20... Нет. Я уже жил один. 26, наверное, было мне лет. Вот. Да, лет 6 назад. Это так. Может быть, 5. Один раз такое было. Больше нет. Пожалуй, что неверно. Хотя драка была эпичная, конечно. Как-нибудь... Как-нибудь, может быть, расскажу. Я могу взять на себя ответственность за целую группу людей для пользы дела. Зависит от рисков. Если речь идёт о жизни, у меня нет компетенции распоряжаться чужими жизнями. И даже как-то... Даже советовать ими рисковать. Наоборот, я скорее постараюсь отговорить. А, ну, собственно, опять же, это и будет польза дела. Да? Ну и что-то попытаться сделать, во всяком случае. Ну да, всей толпой. Чё уж думать-то. Это ж лучше, чем ничего не делать. Так что да. Пожалуй. Могу попытаться организовать. И тут такой пошёл металл. Не, рок-н-ролльчик. Так, я тревожусь по пустякам. По пустякам вообще не парюсь. Бывает, что я откладываю на завтра то, что можно сделать сегодня. По поговоркам пойдём. Нет, неверно. Я никогда не отложу на завтра тренировку. Я никогда не перенесу... Там... Какие-то такие дела, которые вот реально надо делать. И делать сейчас, и чем быстрее, тем лучше. Не буду переносить. Неверно. Считаю, что если кто-то причинил мне зло, я должен ответить ему тем же. Нет. Если мне причинили зло, я... Как уже сказал. Я скорее подъебну. Или просто вот... Добью... Дождусь той ситуации, когда вот тоже будет хреново. И просто... Собака, запомни моё улыбающееся лицо. Вот и всё. То есть... Я не должен был отвечать. Я знаю, что... Как сказать? Я верю в карму. Накажет. Накажет его судьба. Иногда даже мгновенная карма. Вот, кстати, да, бывает. Нет, конечно же, неверно. Я сам никогда не отвечаю. Ну, может быть, подъебну, как я уже говорил. У меня никогда не было столкновений с законом. Верно. Я не совершал никаких таких противоправных совсем уж действий, которые доводили бы меня даже... Даже до привода. Ну, там, пара штрафов за превышение. Чёрт знает в каких глухих ибенях, куда внезапно повесили камеру. И то на 500 рублей. То есть... 83, помню, штраф такой. За 83 километра, там, где можно ехать, 60 только. С какого хрена за городом? 60, вы что, дебилы? Вот. У меня никогда не было столкновений. Да, верно, верно. В шумной компании быть в роли наблюдателя. Если эта компания... Хотя... Даже в компании друзей я как-то обычно тихо себя веду. И если только родилась достойная шутка, я стараюсь её озвучить. И, кстати, возможно, это одна из причин, что я делаю на ютубе. Потому что с друзьями я так не балагурю вот именно вот так вот непрерывно. Так что... Верно. Я обычно тихо себя веду. Мои... Мои поступки часто неправильно истолковывают. Да нет. Я всегда однозначен. Если я послал, я послал. Если я сделал, я сделал. Если я не делал, я не делал. То есть... Всё очевидно. Ну, как можно неправильно истолковать поступок? Добиваюсь всего упорства... Своего упорства и настойчивости. Ну, ребят, про килограммы говорить не буду. Про силовые добиваюсь упорством, настойчивостью. Жрать хочется. Всё равно иду в зал и хренача стараюсь пожать больше. Вот так вот, например. Или присесть больше, потянуть больше. Так что да. Я упоротый. Я упоротый и упертый. Верно. Даже среди людей чувствую себя одиноким. А-а-а, нет. Я как раз из-за того, что я не особо, на самом деле, разговорчивый товарищ. Я даже в каком-нибудь автобусе со злыми людьми, там, условно, вот вспоминая, там, свои студенческие годы. В общественном транспорте с толпой злющих людей, там, час пик, пробки, какой-нибудь Зареченский мост. Это жопа. Особенно зимой, осенью. Вот. Ещё и когда кто-нибудь втрепится, вот как раз в день жестянщика. Всё. Крантец. Тула превращается в МКАД в 8 утра понедельника, в 7 утра понедельника. Так вот. Или, скажем, в Варшавку вечером пятницы. Вот. То есть, вот, реально, без шуток. Ехать и ехать и ехать и ехать. Часами можно. Буквально. Сраных 2 километра. Да. Так что нет. И даже в этот момент, вот, я могу, вот, в этой толпе людей просто, просто, просто слушать, о чём говорят люди. Мне, мне интересны новые люди. Вот и всё. Так что нет. Неверно. Я никогда не бываю одинок. Удовольствие. Это главное, к чему стоит стремиться в жизни. Ну, блин. Глупое утверждение. Скорее, оно неверное. Но, вот, стремиться получать удовольствие от своей жизни, это да. Вот это верно. То есть, вот. Это вот та самая фраза, которую можно истолковать неверно. Нет. К удовольствию стремиться надо, но удовольствие от того, что ты делаешь. Как там? Найди работу себе по душе, и тебе никогда не придётся работать. Вот и всё. Когда я возбуждён, я теряю контроль над своими действиями. Нет. Когда я возбуждён, я контролирую. Ээээ. Я доминант. Вот так вот. Так что нет. Неверно. Бывает, что неприличная или даже непристойная шутка вызывает у меня смех. Конечно. Я вообще люблю хорошую сальную шутку. Тем более, я вообще пролетарий. Старый. Теперь уже. Мне трудно преодолеть застенчивость, когда нужно говорить перед группой людей. Вот, кстати, вопрос, вы знаете, если, если, допустим, когда-то даже очень бы хотелось, на самом деле, будет какой-то сходняк имени меня любимого, ну или, может быть, какой-то неебический фестиваль, где я там окажусь одним из говорунов. Нет. Вряд ли я испытаю застенчивость. Я выступал, никакой застенчивости не было. Я кайфую от того, что на меня смотрят. Ну, да я же эгоист. Так что, нет, неверно. Я боязнью сцены никогда не страдал. Человек должен иметь право выпивать столько, сколько он хочет. А, в общем, вы знаете, на самом деле, если смотреть на этот вопрос философски, то да, человек имеет право бухать столько, сколько он хочет. Если он хочет бухать много, то он уже и не человек, в общем-то. Вот и всё. Так что, да, не хочешь быть человеком, не будь им. Хочешь быть человеком? Просто не пей. Я не пью. Серьёзно. Вот там мне писали в группе. А, нет, в комментариях на ютубе, вот. Я тебя помню с бутылкой пива и сигаретой. Жирным. Да, сейчас я не пью. Я спортом занимаюсь, не говорю. Жесть какая, да? Вот так вот. Так что, нет, неверно. Я считаю, что вообще бухать вредно. Я против. Вон, есть пример. В любой ситуации я уверен в себе. Нет. Но всё равно буду делать. Даже если это неправильно, и я получу негативный опыт, и я всё равно научусь чему-то. Вот и всё. Я всегда уверен в себе. У меня... Так, меня охватывает сильное беспокойство, когда я думаю о своих делах и заботах. Когда я думаю о своих делах, я думаю о времени и планировке тех дел, как я их буду делать. А если о заботах и что-то меня реально заботит, ну, блин, логично же, она потому и называется забота. Что, блин, и должна вызывать беспокойство. Это же проблема. Но, опять же, к проблемам я так же стараюсь подойти как-то с холодной головой, так что меня прям до паники никогда я сам себя не довожу. Когда я неважно себя чувствую, я бываю раздражительным. Нет, я на самом деле часто вообще скрываю боль. Даже если, как-нибудь там, скажем, дико сильно, внезапно разболелся зуб. Ну... Вообще, в принципе, мало кто об этом узнает. Если кто-то и узнает. Так что нет, неверно. Если я сталкиваюсь с трудными проблемами, я легко отказываюсь от их решения. Нет. Чем сложнее проблема, тем интереснее. Я аж задрот. Я ковыряюсь и постепенно выбираю. Выбираю вот тот предел, которого могу достичь. Вот и все. Если я действительно оказываюсь не в состоянии решить проблему, то я не расстраиваюсь. Я и не отказываюсь от решения. Я привлекаю более компетентного человека. То есть я не обламываюсь попросить помощи. Так что абсолютно неверно. Глупо осуждать человека, обманувшего того, кто сам позволяет себя обманывать. А, типа осуждаю ли я лохотронщиков? Да, осуждаю. С одной стороны, идиот. Он сам идиот и сам виноват. С другой стороны, я же предупреждал. Но поскольку это вопрос ребром, третья сторона, разумеется, мораль говорит мне о том, что на самом деле всех лохотронщиков условно. Можно мочить. Так что ни в коем случае. Безусловно, справедливость. Я ж паладин! Я за справедливость! Нехорошо. Так, малейшая неудача резко снижает мое настроение. Нифига! Я точно знаю, что значит я там через какое-то время все равно сделаю круче. Так что я от этого даже больше кайф получу. Мне даже неудачу и удовольствие доставляет больше, наверное. Знакомые говорят, что я вспыльчив. Завожусь с половорота. Нет. Я же говорил, я спокойно, как удов. Никто не... Ну, за последние лет, наверное, 10 точно. Даже когда бухали толпой с друзьями. Раньше, я вот вспоминаю еще там, со старших классов школы там... Начиналось там, типа, да заткнись ты уже, дай там поговорить отдельно, я... Вот. И то я как-то не вспыльчив, я затыкался сразу. Вот. Не все ж на себе внимание фокусировать. А потом, собственно, я вот превратился, наверное, в идеального слушателя. Так что... Какой тут вспыльчив. Иногда я говорю неправду. Я патологический лжец. Верно. Понимаете? Верно. Правые люди, которые в жизни следуют пословице. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Опять морально-этический такой вопрос. Правы ли они? Нет. Я за социальную справедливость. Вот так назовем это. Почему бы и нет? Так что нет, неверно. То есть... Закон для всех один. Когда я... Этого хочу, я почти всегда могу увлечь людей, повезти... Да. Да. Я думаю, что какая-нибудь группа Константа может вспомнить, как я... Выжигал иногда перед рейдом. Даже в те моменты, когда я этим рейдом не командовал. Да. У меня более чем достаточно поводов для беспокойства. Нет. Я... Не парюсь. Я не создаю себе проблем лишних. Бывало, что у меня возникало непреодолимое желание выпить. Хотя я понимал, что сейчас ни время и ни место. Нет. У меня никогда не было желания нажраться. Даже по поводу. Серьезно. Опять же, я же говорил, я буду прям предельно честен. Даже когда мы с подругой расстались. И даже ни малейшего желания нажраться не возникло. Серьезно. Более того, я обещал ее маме пряник. Я после расставания сразу же пошел пряник купил. Так что абсолютно неверно. Некоторые люди до того любят командовать, что меня так и тянет сделать что-нибудь им наперекор. Даже если я знаю, что они правы. Вот эта ситуация касается того человека, который меня пиздец как раздражает. Простите за французский. Нет других слов. Нет. Вот реально пиздец как бесит скотина. Причем он вот. Но там ситуация такая, что он абсолютно неправ. И даже, как сказать, совсем уж топовый менеджмент тоже говорит, ты что ебнутый. И все равно долбоев продолжает гнуть свою линию. Ну, потому что долбоеб. Так бывает. Наперекор делать хочется постоянно, но уж прям так, чтобы... Чтобы делать? Нет. Неверно. Но однажды подъебнул. Дико подъебнул. Может быть, даже доведу до самоубийства, тварь. Но нет. По крайней мере, до тех пор, пока это никоим образом не отражается на моем рабочем процессе, например. Или на том, что я делаю в интернете. Или, например, на том, что я там вообще как-то двигаюсь по жизни. До тех пор, пока никто не лезет конкретно в то, как я запланировал свое собственное будущее. Неважно, через пять минут. Ну, то есть мой короткий план, что я сейчас собирался делать. Или какой-то долгосрочный план. Типа, кто знает, может быть, через три года я перееду в Африку, потому что хочу. И давно это запланировал. Вот. Нет, не тянет. Мое будущее кажется мне безнадежным. Да ничего подобного. Вот как раз я свое будущее планирую идеальное. И оно не кажется мне безнадежным. Я точно знаю, как я буду выбираться из какой-то конкретной жопы, в которой оказался. У меня всегда есть запасной план. Бывало, что при обсуждении некоторых вопросов я, особенно не задумываясь, соглашался с мнением других. Я бездумно не соглашаюсь. Я не тычу пальцем в кого-то и говорю, вот он прав, вот его слушайте. Даже если так происходит, и с кем-то я соглашаюсь, я даже могу объяснить, почему стоит послушать именно этого человека. То есть, бездумно никогда. Я был бы не прочь время от времени принимать какое-нибудь одурманивающее вещество, если бы мне сказали, что это не повредит моему здоровью и не повлечет наказание. Как завуалировали. Там, накуриться или уколоться, да? Или что там, сожрать, лизнуть? А, занюхать, разумеется. Да нет, конечно. Не вижу в этом никакого смысла. Скажем так, если бы мне хотелось быть наркоманом, я бы даже и не спрашивал бы никого. Потому что, опять же, я долбанный эгоист. И почему я должен кого-то спрашивать, как я буду распоряжаться своим собственным жизнью, здоровьем? Вот. И повредит оно мне или нет, я сам прекрасно знаю, что повредит. Вот. И все. Это вот достаточно. Так что нет. Я испытываю чувство вины или даже стыда, если меня преследуют неудачи. Ну, перед собой, если только стыдно. А перед другими? Да я не боюсь облажаться, на самом деле, никогда. Так что нет. Меня раздражают люди, пытающиеся изменить мое мнение, когда я уверен в своей правоте. Ха-ха! Зависит от степени конструктива диалога. То есть, если... Обсуждается план сражения, то здесь я, как вменяемый человек, обязан выслушать все идеи, возможные сценарии и так далее. И, разумеется, там, каким-то образом и свой собственный план корректировать, если будет встретиться что-то целесообразное. Если встретиться не целесообразное, я просто так же предложу свой план. А, скажем, решать в одиночку, которые говорят, слушай, это же самоубийство, ну, например, да, если бы я был генералом. Меня бы это не раздражало. Но, но, опираясь на опыт руководства людьми, могу так сказать. Блин, черт, меня этому научили, да. Это правильно. Если ты... Если твое мнение отлично от моего, докажи, чем оно может быть лучше. И, соответственно, такое правило есть. Критикуешь – предлагай. То есть, у нас несовершенные законы. Вот как там Путин, да, когда еще в эпоху я смотрел телевизор. Ну, вот, когда Путин говорил, что, ну, хорошо, да, этот закон несовершенен. Ну, вы проект-то покажите свой. Чего там надо изменить? Вот. А нету проекта? Ну, а чего тогда вы? Ой, плохой, плохой. Ну, блин, а где конкретные предложения-то? Нет, значит, нет. Все, свободно. Нет смысла тратить на это время. И все. И вот на этом раздражение заканчивается. Нет предложений. Все. То есть, это моментальная точка в любом разговоре. И никакого раздражения это не вызывает. Я застенчивый человек. Сложно сказать. Вот сейчас на Ютубе нет. Я не застенчивый. Я честно отвечаю на личные вопросы. На 74 личных вопроса. Практически в прямом эфире. Смог ли я говорить об этом бы публично? Ну, вот я сейчас пытаюсь, опять же, представить встречу с вами всеми имени меня. Вот там, условно, там в 8800 местном зале. Я бы, наверное, так же бы отвечал. Так что нет, неверно. Я не застенчивый человек. Я честный. Честный патологический лжец. Запомните это. Это круто, да? Рвет шаблон. Нет? Можно простить. Не забудьте, парадокс это не ошибка. Можно простить людям нарушение правил, которые они считают неразумными. Неразумными. Я могу простить людям нарушение правил, которые я считаю неразумными. Если я соглашаюсь с правилами, а их кто-то считает идиотскими, я прощу, но постараюсь донести, что придумано не просто так. Вот и все. То есть, ну, простить можно, понять можно, принять нет, нельзя. Вот так вот. То есть, понять, но не принять. Вот и все. Так что, простить можно. Вот, именно простить. Я надеюсь, что вот Министерство обороны, если будет смотреть, вот, гожусь ли я на контрактную службу. Да, прикиньте, напоминаю. Я прохожу тест на пригодность к прохождению, не прохождению, а службе по контракту. Мне никто не нужен, и я не нужен никому. Жизнь. Нет, не жизнь. Все тлен. Все тлен. Нет, неверно, конечно. Я много кому нужен. Черт побери. Лучше бы мне было не нужен никому. Иногда случалось так, что я опаздывал на работу или свидание. На свидание никогда в жизни. Никогда. На работу я опаздывал, наверное, за всю свою жизнь. Сколько? По пальцам можно пересчитать. Два-три раза. Не больше. Не больше. И было это очень давно. Не было таких ситуаций, чтобы я опоздал на работу. Таких вот, прям вот. Ну и уж тем более не на свидание. Так что нет. Должен признаться, что в незнакомом месте испытываю некоторый страх. Незнакомые места. Нет, неверно. Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и запреты. Да ладно! Я могу получать удовольствие, вообще стоя на месте и не нарушая никаких правил и запретов. Так вот. Мне ужасно не везет в жизни. Блять, да, я ебаный неудачник на самом деле. Я не то что фаталист. Но... Иногда я чувствую себя неудачником. Но это именно иногда. Так что нет. На самом деле я достаточно успешный человек. У меня есть квартира. У меня есть собственная машина. У меня есть стабильная работа с нормальной зарплатой. У меня теперь нормальная фигура. Я вменяемый взрослый мужик. У меня все прекрасно. Я, наверное, вообще завидная пара. Вот так вот. Нет. Я счастливый человек. Я думаю, что по сравнению с большинством своих знакомых, я принимаю все слишком близко к сердцу. Да, я очень сильно переживаю. Всегда больше, чем, наверное, многие другие. Но, опять же, они об этом не подозревают. Я, к сожалению, не могу... К сожалению, к счастью, пожалуй. Не могу залезть в голову, допустим, своих друзей. Нет. Поэтому, даже если я вижу прям наглядно, что человек тоже парится по поводу той же самой ситуации, ну, скажем, просрали все, ну, скажем, просрали все полимеры, просрали матч по хоккею, и мы, допустим, толпой смотрели, то я, наверное, вообще был бы первым человеком, который отпустил бы какую-нибудь шутку, ну, или выдал в стиле Ну, хотя бы, вот, то есть... Ну, типа, ну, хоть не в сухую, вот. То есть, постарался бы подбодрить всех, так что вряд ли я переживаю больше, чем все остальные. Но, несмотря ни на что, я более чем способен переживать, но никто никогда этого особо и не видит. Я могу долго не реагировать на чьи-то шутки, но потом взорваться гневной реакцией. Нет, гневно я не взорвусь. Я желчный человек, вот в чем дело. Я очень долго коплю, но потом я не взорвусь. Я выплюну в подходящей ситуации в лицо так, чтобы это стало сумасшедшим уроком просто раз и на всю жизнь. И мне плевать, в каких отношениях после этого я буду с человеком. Вот и все. То есть, ты на меня наехал, я на тебя наеду в ответ. Причем так, что тебя смоет. Плюнул в меня, я умылся. Но если я плюнул, братан, все, извини. По гравитационной канализации, как там, самосточный, тебе туда. Так что, нет, гневной реакции не бывает никогда. С кулаками я ни на кого не побегу. Я подъебну жестко. В общем, я праучу, но не кулаками. Среди моих знакомых есть люди, которые мне не нравятся. Да я думаю, у всех есть люди, которые мне нравятся. Ну, реально есть. Меня дико бесят чрезмерно, не то, что чрезмерно набожные люди, а просто набожные люди, которые говорят, ой, господи, ой, надо помолиться. Ну, в смысле, буду молиться за твоё здоровье. Или, ой, помогай вам, Бог. Нет, вот это вот пипец как бесит. Я такого человека знаю, таких людей даже, несколько. Это ужасно бесит. И мне это не нравится. Так что, верно, есть люди, которые мне не нравятся, да. Порой мне кажется, что я другим в тягость. Нет, я на самом деле стараюсь вообще, в принципе, с любой вечерухи я обычно сваливал в числе первых. Так что я именно с вечерухи, и когда никому ничего не в тягость, я всё равно никого своим присутствием не обременяю. Мне вообще по кайфу быть одному. Так что я никому не в тягость. Это абсолютно точно. И казаться мне это не может. Вред от воздействия на человека легких наркотиков, например, марихуаны, сильно преувеличивает. Я понимаю экономическую подоплёку. Я понимаю, в принципе, как сказать, химическую подоплёку. Ну, память же сильно страдает от травы. Но не более того, вред действительно сильно преувеличен. Это факт. Да, честно, я считаю, что вред от травы сильно преувеличен. От других наркотиков не знаю, не пробовал. Я не представляю вообще, в принципе, как, допустим, на человека действует кокс. Я, разумеется, будучи человеком, который рос, взрослел и на многое насмотрелся в 90-е годы, и я видел натурально героиновых наркоманов. Такого я даже из толпы могу выделить. Но там никакого преувеличения нет. Но это, опять же, героин, это ж тяжёлый наркотик. Он действительно вызывает привыкание. Трава, насколько я знаю, привыкание не вызывает. Кокаин, не знаю. Говорят, что не вызывает. Но не знаю. Так что... Не вот это глупо. Не, например, марихуаны. Задайте два вопроса. Там, скажем... А что ещё, кстати, кроме травы относится к лёгким наркотикам? Вот, кстати, и где определяется степень тяжести? Вызывает привыкание или не вызывает... Не привыкание, а зависимость. Вызывает ли зависимость? Имеет ли синдром отмены? Трава таким не обладает. А продействие других наркотиков, кроме опиатов, то есть вот все производные, там, морфи, героин, что там ещё вот оттуда получают, вот это вот... Эээ... Да. Вызывает. Это тяжёлый наркотик, безусловно. Ну и всё. А про другие я понятия не имею. Что ещё? Какие ещё лёгкие наркотики бывают? А, наверное, метамфетамин. Хотя нет, подождите. Метамфетамин там же он. Breaking Bad. Это же жара. Вот. И то там не особо-то и понятно. Потому что там сцена употребления есть, как плющит парочкой секунд есть. Хороший пример воздействия на... на мозг человека волшебных грибов. Типа мухоморов или чё там, псилоцибов. Псилоцибин, содержащих грибов, был в сериале X-Files. Когда Малдор сожрал плацебо и его накрыло. Это было весело. Но... Кстати, там никакого вреда здоровью нанесено не было. Вот. С грибочков. С травы, не знаю. Что-то я вот, знаете, никогда не слышал... А, нет. Слышал. Всё-таки в новостях там говорят же обычно, находясь в состоянии там наркотического там или какого-то там опьянения и так далее. Так что, да. Да, в принципе, можно обкуриться и вписаться на полной скорости или там в остановку въехать с людьми, детьми и так далее. В этом случае бред. Бред. Вред не преувеличен. Но алкоголь это тяжёлый наркотик. Он вызывает привыкание, например. То же самое. Так что... Прямой вред для здоровья сильно преувеличен. Буду честен. Но именно вот в данном случае конкретно травы. Вот потому что я... Где-то, по-моему, даже в Википедии написано, что до сих пор единственный случай, который считается как бы реально прямым следствием употребления травы, а это именно Брюс Ли, обкурился и что-то ещё сожрал какие-то таблетки. Вот. То есть всё вкупе дало чё-то там какой-то пипец сразу. Опухоль мозга, чудовищная прогрессия. В общем, всё, беда, кошмар. Вот. То есть одновременно и лекарство, и трава, и капец, это его и убило. Вроде как. Но это единственный случай. И то. Вряд ли в этом виновата трава, а не те таблетки, которые он жрал. Так что да, сильно преувеличено. Иногда меня настолько выводят из себя, что у меня появляется желание ломать и крушить. Нет. Я сразу же начинаю строить изощрённый план. Как я буду мстить? Нет, неверно. Ломать и крушить всё вокруг. Хотя нет. Пнуть что-нибудь, это я могу. Но ломать и крушить нет. Иногда да, но... Желание ломать и крушить. Да нет. Чаще всего я себя контролирую. Я могу проглотить, но потом отомчу. Терпеть не могу. Выполнять и за... Одну и ту же работу. Да я же целыми днями беру больше, кидаю дальше. И не изо дня, а в день. Изо дня в вечер и из вечера в ночь. А из ночи в день. Вот так вот. А потом ещё и в зал ходить. Чуть и не по расписанию. И делать каждый раз больше. Ещё и дневник вести. Вот. Неверно абсолютно. Бывало, что я отвечал на письма не сразу после прочтения. Конечно. Я вообще, в принципе, не то что тугодумный, но... Помните, я в передачу с бутылочкой кваса по поводу письма. Я говорил об этом. Письмо, на самом деле, это гораздо более качественный вид связи. Потому что у тебя есть время сто тысяч раз подумать. Прежде чем написать вообще что-то. А потом ещё и пятьдесят раз переписать. А если, допустим, ВКонтакте ты начнёшь набирать уже текст, там будет вот это вот сообщение. Набирает текст. А потом стираешь и... Да ну, я лучше промолчу. Эээ, чё ты молчишь? Ты чё ты набираешь? Чё стёр? Чё стёр? Вот, вот, вот так вот. Так что... Конечно. Я далеко не всегда сразу стараюсь отвечать. В последнее время у меня преобладает подавленное настроение. Наоборот. За последний год я вообще, в принципе, в плохом настроении был не так часто. У меня бывали периоды, когда из-за волнения я терял сон. Раньше, да, сейчас нет. Поэтому неверно. Я старался отвечать на все вопросы правдиво. Судить вам. Если я отвечал на вопросы правдиво, ставьте лайк. Если вы мне не поверили, ставьте дизлайк и пишите. Ты самый честный патологический лжец, скотина. И не забывайте об этом. Конечно же, я старался. Выполнено задание 100. Ну давай, грузись дальше. Что там будет дальше? Так, третий дворочный тест. Вам предлагается ряд утверждений, сделанных от первого лица, то есть я, и касающихся взглядов на военную службу и окружающий мир, привычек, особенностей повседневного поведения. Каждый пункт содержит вопрос, 4 варианта ответа. Либо начало утверждений, 4 варианта завершения. Выберите среди них тот вариант, который наибольшей степени характеризует вас лично. Ага, нажав соответствующую кнопку. Не тратьте много времени. Ага. То есть, первое, что приходит в голову. Но я все равно буду стараться объяснять, потому что это интересно, согласитесь. Военную службу по контракту я рассматриваю как возможность. Честно, я вот сейчас глаза закрыл, не читаю, что там дальше написано. Я рассматриваю как вполне вероятную возможность продолжения, не продолжения, а начало новой абсолютно карьеры, если на меня нападет кризис среднего возраста. Там до 40 лет еще можно подписать контракт. И, соответственно, я рассматриваю даже такую возможность. То есть я не пропаду, как я уже говорил. Итак, что здесь? Военную службу контракту рассматриваю как возможность отделиться от родителей. Нет, хотя хотелось бы на самом деле. Иногда так задолбывает. Хорошо хоть с графиком знакомые. Друзья могут в любой момент позвонить. Вот это напрягает. Получить полезную специальность. Вот это ближе всего. Получить жилье. Зачем я состоятельный человек? Укрепить здоровье? Да. Вот второй, четвертый вариант. Интересно даже. Пожалуй, все-таки специальность. Мне интересно новое узнавать. И тем более профессионально, например, стать снайпером. Для меня это было бы интересно. А если не снайпером, то, блин, вообще маньяком, отбитым на всю бошку, берсерком, нахрен, штурмовиком. Стрельбабы македонские. Вот так вот. То есть... В качестве развития. Так. Выбор военной профессии сделан мною. Опять не смотрю на следующие варианты. Сделан мною сознательно и с четким пониманием, чего я хочу от жизни. На основе моего знакомства с армейской, флотской жизнью. Нет, не знаком. Потому что из имевшихся вариантов он был лучшим. Сомнительно. Нет. Нет. Если бы, скажем, я оказался перед выбором выбирать работу офисного планктона или армию, я, пожалуй, выбрал все-таки обратно офисный планктон. Но у меня сейчас, я думаю, вы это прекрасно понимаете и подтвердите, что у меня больше самодисциплины, чем вы могли себе представить. То есть я бы и не разжирел обратно. Потому что кому-то надо защищать родину. Родители хотели, чтобы я был военным. Да нет, реально. Работу... Это работа такая. Родину защищать. Да. Такая работа. Вот и все. Кому-то надо. Но за это еще и платят. И квартиры дают. Еще и не надо париться с одеждой. Одежда от ведущего к тюрьме. Ха! Жизнь прекрасна, я счастливый человек. Вот видите? Вот с таким отношением надо приходить на военную службу. И я понимаю, что руки могут быть по локоть в крови. Вот так вот. Потому что надо защищать родину. К выбранной военной специальности меня больше всего привлекает. А, мои пристрастия, мои привычки, моя любовь, мои хобби. Я люблю стрелять. Именно в снайперском режиме. Более того, я вот заметил. Вот последние пару дней. Событие очень классное. Приуроченное к началу контрнаступления. В War Thunder я в последнее время, вот последние два дня предпочитаю отсиживаться в тылу и стрелять из... Изо рты. То есть мне больше нравится снайперский режим. А больше всего привлекает достаточная самостоятельность и независимость. Возможность преуспеть. Интересная и полезная работа. И высокая престижность. Престижность нет. Хотя для меня снайпер это уважаемый человек. Но, в принципе, любой человек в своей профессии лучший. Даже если это лучший, я не знаю, комбайнер. Это очень уважаемый человек. И для меня это престижно. То есть, если есть охуительный сварщик, как Ильич, я признаю, что он охуительный сварщик. Несмотря на то, что он долбанный алкаш. Но он охуительный сварщик. Вот что означает престижность. Но это интересная и полезная работа для меня. То есть у меня есть любовь пострелять. Для меня это интересно. Моё отношение к физической культуре и спорту. Где? Где этот ответ? Спорт не привлекается. Занимаюсь нергоспортом. Имею определенные достижения. Роль болельщика? Нет. Я увлекаюсь. Имею определенные достижения. И постоянно продвигаюсь вперед. В армейской и флотской жизни меня больше всего привлекает. Романтика службы? Ох, нет. Острые и опасные ситуации? Ну... Жопкой рисковать-то не хочется. Наверное, поэтому мне больше вот импонирует снайперская такая, знаете, режим. Ну или там в танковых войсках, то опять же, там, скорее даже артиллерия. Или, скажем, даже не военный пилот, а какой-нибудь вот тот, кто нажимает на кнопку и сбрасывает бомбы. Понимаете? Ну, то есть не штурман там какой-нибудь или второй пилот или капитан, а вот конкретно тот, кто вот... Вот бомбардир, как его назвать правильно? Вот тот целится и жмет на кнопку. Вот. Вот это мне нравится. Материальная обеспеченность. Да пофигу. Уважение, которым пользуется военнослужащий. Вообще пофиг. Возможность в полной мере проявить силы и возможности. Вот. Вот. Самый точный ответ, наверное. При выборе в военные специальности меня оказали решающее влияние. Пример товарищей и знакомых. Один. Одного провожали в армию из всех моих знакомых. Офигеть, да? Один человек из всех, кого я знаю, из моих друзей служил в армии. Жесть. По призыву. Ну, то есть срочняк тянул. Сейчас другого подтянули. Там, так, 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 так. А, и по собственному желанию юрист подруга. Она вообще в погонах всю жизнь. Уже вот на пенсию вот. За 30. Ну, там же год за два. Как так? В погонах-то. Угу. Так. Пример товарищей. Да нет, вряд ли. Занятие военно-прикладными видами спорта. Учеба. Прикладными. Военно-прикладными. Военно-прикладными. Ну, стрелять люблю. Насколько стрельба из пневматики и из арбалета. Ну, ладно, арбалет. Вообще, люблю просто стрелять. Даже в игру. Военно-прикладными видами спорта. Можно считать? Наверное, можно. Ну, то есть. Я люблю целиться. Вот целиться люблю. И жать на спуск. Положительные воспоминания срочной службы. Книги, фильмы по военной тематике. Ну, фильмы мотивируют. Книги интересные. Пожалуй, занятие это вот ближе всего. То есть я действительно и стрелять люблю. И вот не обламываюсь сейчас и пробежаться даже. Допустим, если вот кто-то по приколу скажет, Леха, а давай долбанем кросс. Ну, я бы, наверное, не отказался бы. О своем обычном режиме сна могу сказать, что, блин, С моим графиком работы я могу сказать, что я успеваю перестраиваться. Ночного времени мне хватает. Поспать не только по ночам, но и днем. Сократить время сна без ущерба самочувствию. Сон, как и деньги, не бывают лишними. Правильный солдат, он и должен думать только о жратве и сне. Все. И так, большой любитель поспать. Да нет. Я высыпаюсь. Как я уже говорил. Способен сократить... Сократить? Пожалуй, нет. Но я высыпаюсь. Вот, пожалуй, самый правильный ответ. Я высыпаюсь. Мне хватает. По моему мнению, военного человека должны преобладать. Умение подчиняться и выполнять. Профессионализм и ответственность за порученные дела. Военная выправка, выносливость. Звучный командный голос. Эх, ну это есть. Умение настоять на своем. Добиться выполнения. Ох, где обратная отзывь? Обратная отзывь. Сейчас я вам накатаю, твари. Где исправить ошибку? Настоял бы сейчас на своем бы. На самом деле, профессионализм. То есть... Если ты крутой людь... Вот, вот, ответственность за порученные дела. Как я уже говорил. Если ты алкаш, но крутой сварщик, я признаю, что ты крутой сварщик. Пофиг, что ты алкаш. Ну, потому что алкаш и сварщик, это разные профессии. Могут быть в одном лице. Примерно так же, как, я не знаю... Капитан, не умеющий плавать. Вот так. Даже так. Профессионализм, безусловно. После получения военной специальности я хотел бы служить. Там, где мне нравится. Где требуют интересы дела, где я принесу больше пользы. Нет. Мне не интересно, кем пошлют, куда пошлют. Мне интересно делать тем, что я больше умею. В отдаленном гарнизоне на корабле, там, где больше самостоятельности. В военно-учебном заведении, где можно быстро продвинуться. А, ну понятно. Тут прям подталкивают к единственному правильному ответу, да? Говорить, что нет. Так что да. Если я сам назвал этот ответ единственным правильным, если того требуется, да, буду делать то, что надо. Это честно, я думаю, во всяком случае. Думаю, что осуществление моих стремлений и планов зависит только от меня самого. От удачи и везения, от моих способностей и трудолюбия, от того, как сложатся отношения, от начальства. От начальства во многом, безусловно. Вы не представляете, насколько русские свиньи. Вот реально. Та самая поговорка, Homo homini lupus est, это вот про русских. Ой. Ну, это касается начальства. Чуть вот, как у Задорного, вот чуть-чуть макушка из чана с говном показалась. Вау. Я струя, ты говна. Ненавижу такое. А вот от моих способностей и трудолюбия однозначно. Что основной... Так, думаю, что основной трудностью в начале военного обучения для меня будет дисциплина и жизнь в казарме. Вряд ли. Хотя, уставшие, храпящие, пердящие толпа мужиков. Это будет сложно. Большой объем учебного материала. Нет, у меня абсолютная память. Необходимость подчинения младшим командирам, моим ровесникам. Да, я работал в коллективе, где мной пиздюки руководили. И я прекрасно понимал, почему. И рос, и старался перерасти. И перерос. Разлука с родными и близкими. Нет. Нет. Так что да, пожалуй, что самая проблемная часть стала бы для меня именно ужиться в казарме. Именно вот. Найти себе место. Найти себе правильное, как сказать, положение на койке и так далее. Потому что вот не то, что сила привычки. Для меня поменять диван это целая проблема. Там, перейти и спать, там, скажем, с одного дивана на другой это целая проблема. Я не могу вырубаться там, где вот. Где уснул, там и дом. Это не про меня, к сожалению. Я считаю, что настоящим профессионалом станет тот, кто задрачивает, безусловно. Имеет опытных руководителей и наставников. Ничего подобного. Тот, кто сам прет. Вот. Не тратит время попусту. Близко. Поддерживает хорошие отношения с глупости. Какие настойчивые и целеустремленные. Идет к намеченной цели. Вот. Тот, кто прет. Везет тому, кто везет. Стремясь быть военным, я хотел бы прежде всего стать мужчиной. Вот кто-нибудь может мне сказать, что я не мужик, а? Вот серьезно. Ну вот сейчас, особенно сейчас, вот кто-нибудь не может сказать этому лицу? Человек, который ебашит на заводе, блин. Мускулист, жилист, красавчик. Вот так вот. Занимается спортом. Ведет здоровый образ жизни. Ну вот скажите мне, не мужчина ли я? Стать профессионалом в своем деле? Ну, пожалуй, да. Опять же, близко. Стать дисциплинированным и исполнительным. И так дисциплинированный и исполнительный. Надо, значит, надо. Воспитать себе высокие волевые качества. Ну, давайте про волю не будем говорить. Профессионализм. Профессионализм. Профессионализм больше всего, разумеется. Задрачивать и задрачивать. Я бы предпочел реально, я бы вот реально, если бы я был снайпером, я бы вообще не вылезал бы из этих таблиц там с расчетами. Я бы позапомнил все баллистические коэффициенты, все нахрен действующее вооружение. Во всяком случае, я разбирался бы во всех, даже не то, что основных, но даже каких-то там более-менее опытных образцах техники. Ну, не техники, а стрелкового оружия, например. То есть, я стал бы реальным знатоком. В будущем я хотел бы добиться высокого положения в обществе. Это высшая, как сказать, ступенька в пирамиде. Вообще, по потребности разве нет? Пользоваться повышенным вниманием со стороны лиц противоположного пола. О-хо-хо. Фигасе, что это у нас военные стали сексуально привлекательны? Хотя, хотя, да. Да. Пожалуй. Пользоваться признанием среди профессионалов в своей области. Вот это да, безусловно. Когда коллектив признает, что ты крутой член коллектива. Это зачет. Пожалуй, третий вариант. Это очень хорошо. Пока отметим. Иметь авторитет среди родных и близких. Среди родных и близких мой авторитет, наверное, самый высокий. Потому что среди всех моих... Всех, боже мой. Всех моих родных и близких. Я единственный в роду до сих пор, кто имеет высшее образование. Единственный. Причем не просто высшее, а абсолютное высшее. С красным дипломом, ребятки. Никто. Меня мои потомки даже не переплюнут. То есть обо мне будут говорить... Я надеюсь, что когда-нибудь я все-таки детей-то нарожаю. Обо мне будут говорить, что я... Черт, у тебя были великие предки! И тыкать в мой, не знаю, портрет, фотографии... В мой бложик, вот в эту самую запись. У тебя были великие предки, братан. Вот так вот. Но, в первую очередь, разумеется, пользоваться признанием коллег. О каблебаниях и сомнениях при выборе военной специальности могу сказать, что... Их не было раньше и нет, и сейчас. Мне с детства нравилось стрелять. Мне нравилось целиться. Глазомер проверять. Камешки покидать. Прицельно блесну забросить. Прицельно забросить донку. Поплавок послать в малюсенькое окно размером с этот поплавок. Военная специальность нисколько не хуже других. Ну, так это тоже верно. Одно тревожит. Хватит ли у меня сил и способностей? Хватит. Я точно знаю, что хватит. Я прошел через многое. И то, что предстоит пройти в армии, я понимаю. Ну, и тем более мне за это будут платить деньги. Опять же, условно. Смотрите, как на меня действует пропаганда армейская. Красавчики. Хватит ли у меня... О, гибельсовская пропаганда. Черт. Ха-ха-ха-ха-хохлопидор и правый. Одно тревожит. Хватит ли у меня сил и способностей? Вряд ли. Я имею ввиду, меня это тревожит. Вряд ли. Сейчас гложет сомнение. Правильно ли я поступил? Нет. Да я уверен, что если вот были бы варианты армейка или офис, я бы все-таки пошел в офис. Но, но когда у меня не останется раньше, я первым пойду. Я всегда это говорил. Когда я был жирным, кстати, вспомните. Где-нибудь кто-то будет пересматривать Алоды. Я просто вижу вопрос номер 15 из 15. Кто-то будет пересматривать Алоды. Вы найдите, где есть утверждения мои, мои же, что тогда я там с сигаретой в зубах, там с бокалом пилы или просто пузырем кваса, задрачивая кнопочки в компьютерной игре, обросший весь волосатый. Значит, и даже тогда я говорил, что случись что, я буду первым человеком, который пойдет в военкомат. Вообще без вопросов. И если меня не возьмут, я, значит, сколочу партизанский отряд. Да, вот и все. То есть я всегда нагажу тому, кто гадит мне. Даже если мне не предоставляется такая возможность в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Не возьмете, буду партизаней. Вот и все. Так что меня не сомневаешь. Что у нас здесь дальше? Ну, как долго грузится сайт Минобороны? Тяжелая неповоротливая военная машина. Давай, маховик войны, раскручивайся. Сейчас наверняка какая-нибудь анкета для личного заполнения, да? Поэтому я вам ее уже не покажу, наверное. Эй, а интернет-то есть? Ну, черт. Ну, я же ответил. Должность по роду войск. Ну, давайте посмотрим. Рядовым. Сухопутный военно-морской флот, инженерные войска. Может, там просто что-то купить? Радиационная биологическая и химзащита. Вот, кстати, вот туда бы я ломанулся, если бы у меня было соответствующее образование. Но, к сожалению, нет. Ракетные войска, может быть. Танковые было бы неплохо, конечно. Военно-воздушные силы, вряд ли. Ну, стрелком на бомбардировщик, если только. Сухопутные. Реально, пиктура меня больше всего привлекает. Снайпер. Должности связи и наблюдения. Специального назначения. Наверное, вот это снайпер, да? Вожатые караульные собаки. Сапер-снайпер. Во! Рядовой стрелковый. Тарифный разряд 2. 11 тысяч рублей в месяц. Необходимое образование. Необходимо иметь общую образовательную подготовку в объеме средней школы. Мотострелок. Снайпер. О, тестирование закончилось. Вы успешно прошли предложенное тестирование. У вас имеются задатки военного руководителя. Во! О! Зарекомендовав себя грамотным военным специалистом, вы сможете претендовать на должность младшего командира. Возможно, я стану командиром снайперского расчета. Или как это? Или командиром орудия, например. Вот так вот. Для дальнейшего оформления документов вы можете обратиться в ближайший пункт отбора на военную службу. Трудовую книжку. Служебную характеристику с последнего места работы, учебы и службы. Так. Слушайте, а даже интересно. А что еще попросят? Билет к стерокопию? Понятно. Свидетельство о рождении? Понятно. Брак? Понятно. Документы, подтверждающие профессиональное? Понятно. Автобиографию в произвольной форме, написанную собственноручно и в печатном виде. Не понял. Собственноручно и в печатном виде. Это как? Собственноручно и печатно. Боже. Армия. Я люблю тебя, армия. Собственноручно напечатанную. Как там? Невальный не должен выходить за радиус квадрата тумбочки. Сука. Люблю таких. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. А, ну и НН. Тоже логично. Страховая. Окей. СНИЛС, короче, ну да. Справку из банка, содержащую банковские реквизиты. А, ну так это же... Это для зарплаты. Справку зонального информационного центра ЗИЦ. Господи, звучит как что-то фашистское. А, наличие судимости. Туплю. У меня есть членский билет охотника. Достаточно, я думаю. Он, наверное, запросто отправлялся. Можно ли мне вообще глотка ствол доверить? Так. Или иной дополнительной информацией базы данных. Ну это понятно, короче. Выписка из домовой книги? Нахрена? Прописка, что ли? Ну а что, в паспорте мало, что ли? Ну ладно. Сведения по ИНН банковским реквизитам с серокопией паспорта супруги. А, или одного из ближайших родственников. Это в случае смерти, видимо, страховка. Фотографии и фотографии. Написать личное заявление о желании поступить по контракту. Заполнить анкету поступающего на военную службу по контракту. Так, сейчас откроем анкету. Мне даже интересно, а что еще можно? Так, сколько всякой фигни. Ой, слушайте, столько всякой фигни. Сейчас я вам это покажу. Смотрите, образование, специальность, квалификация, военная, учетная специальность. Никак. У меня там написано не служил. Ну и... не знаю. Я в любом случае, я бы это спросил у военкома. И, соответственно, что вписать. Государственных наград у меня нет. Есть пара дипломов муниципального уровня. От школы, там, олимпиады, вся такая вот оттень. Государственных наград нет. Боевые действия. Ликвидация стихийной катастрофы и другие экстремальные ситуации. Нет, я даже в добровольной пожарной дружине у нас на работе не состоял. Трудовая деятельность. Ну, это понятно. Судимость, нахождение под судом и следствием. Состояние на учете. Понятно. Наличие медицинских противопоказаний для работы. Составляющих гостайну. О, я не дебил, не наркоман. Сведения о прежних заявлениях поступления на военную службу по контракту. Ни разу. Я, Вася Пупкин, доверяю. Так, доверяю и заверяю. Пожалуй, что да. Пожалуй, что да. Я готов быть даже младшим командиром. По крайней мере, по результатам тестирования, как видите. Я достаточно вменяемый, уравновешенный. На жизнь смотрю трезво. Могу чему-то, наверное, научить. Могу вжарить. Ну и, конечно же, за себя стоять я всегда мог. Даже будучи жирным. Даже жирным было как-то интереснее. Сейчас, наверное, вообще убью одним ударом. Поэтому я стал добрее. Реально, спор делает человека добрее. Такая вот сумбурная запись, ребята, получилась. На самом деле, согласитесь, это гораздо интереснее. В таком разрезе даже весело. Пойду, наконец, уже спать. Это после ночной смены уже все, глаза слепаются. Ну и не забывайте, конечно, подписываться на канал и вступать в группу ВКонтакте. Черти полосатые. С вами был Бутылкус. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok